Пушистые лапочки, ходячий позитив. Ирина из Барнаула тоже хотела прикоснуться к счастью. Собачку породы Мальтипу через сайт объявления нашла в Красноярске. Заводчик настоял купить без осмотра, мол, разберут по схеме Яндекс.Счета. Клиент приводит туда сумму, получает свой заказ, вводит код, и только потом деньги уходят продавцу. Ирину ничто не насторожило. Было бы здорово, например, в тот момент попросить сделать фото-видеосъемку с его паспортом. Заводчика, например, и с газетой, с журналом, датой, которая в этот день. То есть, чтобы, если дистанционно, все-таки приобретать, убедиться, что это видео его. Потому что мне наверняка присылались видео с других питомников. И плюс сумма сделки. То есть, при стоимости, например, такой породы несколько сотен тысяч рублей, стоимость сделки была слишком низка. Ирина, к счастью, потеряла несколько десятков. Деньги ушли с карты на карту. Ирину даже пытались развести повторно. Посоветовали написать в техподдержку, чтобы ей вернули деньги. И она уже точно оплатила по адресу. С того дня прошел месяц. Девушку, уверена, мошенников не найдут. В 2020-м сравнении с прошлым годом телефонных и интернет-преступлений уже совершили на 65% больше. И все чаще жертвой становится молодежь. Мужчина, который с нами разговаривал, он говорил, что резервный счет банка есть, а есть то, что отображается у меня на карте. То есть, это как бы разные понятия. У меня вот на карте был ноль, а он говорил, что на резервном счете банка есть деньги, и через 15 минут у меня все вернется. Не вернулись, а номер заблокировали. В полиции край создают специальные подразделения для работы с таким видом мошенничеств. Вот наиболее частые способы. Вашу карту заблокировали, ваш родственник попал в ДТП, эти БАДы спасут ваше здоровье, активно входят в топ аферы по купле-продаже. Самая крупная сумма развода в Барнауле – 6 миллионов рублей. Их женщина взяла в кредит. Ее об этом попросили якобы правоохранители, чтобы проверить работу банков. Вот такое волонтерство. А Любовь хотела купить диван. Ей порекомендовали его оплатить, потом уже смотреть вживую. Приехав на осмотр, поняла, что нужного адреса не существует. Вторая женщина тоже подъехала, тоже перевела ей 10 тысяч за диван. За этот же. Вдвоем писали заявление. Чаще всего аферистами являются цыгане и люди, отбывающие наказание. Как правило, им до 35 лет. На их схемы попадаются работоспособные жители, которым есть что терять со счетов. В МВД подчеркиваются, подозрить неладное можно уже по самому входящему звонку. Особенно, когда на том конце якобы сотрудник банка. Это или московский номер, или номер горячей линии. Когда вам говорят, что позвонили с банка, можно сразу прекращать разговор, брать свою карточку, либо договор с банка. Там будет написан телефон горячей линии, звонить туда и спрашивать, осуществляли ли они звонки. Отследить преступников сложно. Мошенники используют сим-карту единожды или действуют под сетевым адресом другого региона или страны. Сейчас ждут раскрытий 6 тысяч телефонных и интернет-преступлений. Столько заявлений от обманутых земляков всего за год. А найдены пока 50 мошенников. Поэтому будьте бдительны и не бойтесь потерять время на перепроверку информации, чтобы не потерять деньги. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.